Ряженку русскую. Готовится из свежего коровьего молока путем томления, котлет. И котык. Его кушают в готовом виде, вот прямо вот такой густой, можно ложками. И он называется Ширданский. Это название села Ширданы. Александр Сергеевич Пушкин в 1883 году, когда ехал в Оренбург или в Казань, Карлу Фуксу для сбора материалов, когда он писал «Капитанскую дочку», остановился в селе недалеко отсюда, в татарских Ширданах. Он захотел пить квасу, и емщик ему сказал, барин, давайте пойдем в татарскую деревню, вас там угостят хорошие вещи, получше кваса будет, сказал он. И вот его гасили котыком, вот этим элементарным. В летнее время его еще разбавляют ключевой холодной водой. Тоже получается очень вкусно, когда ведутся сельскохозяйственные работы, такие в жаркую пору, оно очень хорошо утоляет жажду, очень приятно для питья. Типа татар, что ли? Да, что-то такое, да. Разбавленный котык. Типа реженки, типа татар, можно. Да, да, айран он называется. Айран, он называется айран, то есть ключевой холодной воде. Его очень густо наливают вот этот самый котык, потом разбавляют и пьешь. И что самое интересное, если даже вода ключевая и холодная, от этого не простынешь, потому что котык обладает таким смыслом. Знаешь? Мы его тоже применяем. Мы его тоже применяем. И вот котык делают все группы татар везде, но шарданский котык, он является брендом, таким же, как, допустим, грузинские хинкари или как кубачинские украшения. Коски. Короче, это бренд. Это бренд, местный бренд шарданский котык. Он чем отличается? Показать? Он от Ширдана и Ширдана. Чем он отличается? У других татар, наверное, котык он будет жидким, а вот здесь вот мы, допустим, ставим ложку и он будет держаться. Вот, не упадет, потому что он такой густой. Вот этим он и отличается. Вот густотой своей. Он очень вкусный, мы дадим вам потом. Ключевой водой разбавляем, я об этом рассказал уже. Так, что еще? Я забыл. Про пушки, ладно? Мы разбавляем, а с Ирландой шарик ключевой сублен по этому ад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.